Активность клещей в нашем регионе в 2024 году из-за аномально ранней весны началась со второй декады марта. С начала педсезона от укуса клещей пострадало 1811 человек. Это на 24% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Активность клещей у нас обычно начинается с апреля месяца и продолжается по октябрь. В этот период люди страдают от укусов клещей, которые могут заражать их тулеремией, например, у нас реальная ситуация, лихорадка КУ. Но в основном у нас на территории Воронежской области люди заражаются клещевым боррелиозом или болезнью лайма. В этом году в регионе зарегистрировано 32 случая клещевого боррелиоза. Такая встреча с паразитом может иметь нежелательные последствия для здоровья человека. Не следует заниматься и самолечением, пытаясь самостоятельно снять с тела клеща. В этом случае необходимо обращаться за помощью к врачам. При несвоевременно начатом лечении заболевание может привести к осложнениям. Если не лечить, то это заболевание потом прогрессирует в хроническую форму. Это может быть осложнение на сердечно-сосудистую систему, на нервную систему, там менингиты могут быть, и дальше воспаление суставов. Так что серьезные бывают осложнения. Чаще всего присасывание клещей происходит во время отдыха или работы на территории частных домовладений, дачных участков, а также в природных условиях. Подхватить паразита легко, совершая прогулку по лесу. Чтобы не пострадать от укуса клеща, предупреждают специалисты Роспотребнадзора, необходимо соблюдать простые меры предосторожности. При посещении лесов нужно использовать соответствующую одежду. Одежда закрывать должна кожные покровы, рубашка с длинным рукавом, хорошо еще с манжетами застегнуть, рубашку заправлять в брюки, брюки в носки. И важно, чтобы регулярно, находясь в том же лесу, проводить самоосмотр, взаимоосмотр, чтобы смотреть. Клещи могут занести также и животные, собаки, кошки. После прогулок их нужно осматривать тщательно. В Воронежской области в целях профилактики организована работа по снижению риска размножения клещей. Управление Роспотребнадзора ежегодно, постоянно, можно сказать, проводит информационную работу с населением. Разъясняет о мерах профилактики, о важности их выполнения, соблюдения. И также мы ежегодно организуем работу именно по аккорицидным обработкам, привлекаем хозяйствующие субъекты, муниципальное образование. Это очень важно, именно проводить эти обработки в местах отдыха населения, массового посещения и очень важно в пионерских лагерях. На сегодня в регионе уже обработано 1200 гектаров территории в местах массового пребывания граждан. Галина Жукова, Сергей Трифонов, 41 канал.